приветствую вас на нашем канале про пчеловодство меня зовут пашка и сегодняшняя тема видео как обычно интересно и сегодня мы поговорим про расстояние от медоносов до пасеки или от пасеки к медоносам смотрите друзья многие люди как бы глаза метр немножко ломается многие люди удивляются почему так далеко или почему так близко и получается такая ситуация что с многими пчеловодами общался одни рассказывали что домино медоноса 5 километров а после того как я им объяснил как попробоваться потренироваться вот именно гугл линейка это имеется ввиду вот именно на карте посмотреть через спутник то оказывалось что домино носа было полтора километра понимаете а перед этим человек рвал на себе просто рубашку бил себя в груди и орал что его пчелы просто божественная пчела и она принципе носит за 5 километров мёд что вы понимали это грубейшая ошибка и принципе на какую-то такую билиберду я думаю не стоит обращать внимание к примеру последний раз я обратил внимание что я вывозил пчел в лес вроде блин честно говорю возили вот там вверх влево вправо в сторону туда-сюда но я блин почухал репу ну 6 километров ну на спидометре засекли тоже где-то 6 километров но все думаю далеко 6 километров взял на линейке бросил блин три километра даже три с чем-то дайду но до трех километров это имеется ввиду что по прямой пчели лететь три километра а поверьте мне три километра это для пчели не расстояние пчела на такое расстояние может принципе возвращаться и домой так друзья так что давайте мы сейчас определимся как измерить расстояние от пасеки к медоносу и как хоть ориентирно померять сколько гектаров к определенной культуры находится возле вашей пасеки так можно померять и луга так можно ориентирно ну ориентиром ров в очна померять объем подсолнуха там речи хелеса и так далее сколько ваши пчелы могут достать до леса так друзья давайте возьмем вот например а первое что хочу обратить внимание мы заходим google карту на телефоне кстати тоже также можно зайти все принципе померять но и я буду показывать на компьютере а здесь выбираем вот видите есть разные такое расположение мы выбираем спутник почему спутник потому что если вот так смотришь то вообще ничего не видно есть как бы населенный пункт определенные да и все если мы ставим спутник то сразу хопа и мы видим и лес уже есть и поля уже есть да уже как бы ориентир какой-то есть давайте определим такое такой населенный пункт где было бы интересно нам чтобы мы могли вот давайте вот к примеру да вот берем вот вот это село иванковцы и пасека вы можете принципе любое а там где вы проживаете где вы живете где ваша пасека находится можете без проблем убивать вот это расстояние ну как вы можете найти вплоть до того можете найти свой дом где он находится видите вот дома видно вот здесь к примеру я беру я ориентирую ориентировочно смотрю здесь у нас видите вода так здесь у нас камыш здесь у нас какая-то дамба я предполагаю что здесь у нас верба и принципе я уже ориентируйся вот здесь у нас лес и вот например в этом доме возле этого дома у нас стоит например здесь пасека и мы сейчас будем мерять какое какая у нас бинт медоносная база да в общем пчелы где-то летят два километра смотрите лес два с половиной три километра от три километра ориентир это хорошо пчела работает вот смотрите мы захватываем вот этот лес если лес смешанный то это получается что мы почти весь лес забираем и получается что здесь мы можем качнуть какой-то либо мы в эту сторону можем добраться аж доказательно здесь у нас сбоку еще какой-то лесок есть тоже мы его забираем и вот здесь прямо до другого села мы тоже долетаем смотрите к примеру если по ориентиру да если вот например у нас здесь подсолнух посеян то мы вот например меряем что до начала подсолнуха у нас полтора километра до конца подсолнуха у нас три километра в принципе такое расстояние ну терпимые друзья сказать что это хорошо нет лучше подойдет например вот это поле когда вот видите до самого подсолнуха у нас 600 метров и получается все поле мы забираем полтора и вот в этой точке мы показываем 22 километра до если к примеру у нас что-то дальше то мы таким же образом вот перемеряем кстати по глазометру друзья по глазометру всегда что-то его всегда больше и не забывайте что когда вы передвигаетесь например по дороге дата получается что я вот например по мера 2 до от этой точки то вы обратите внимание что сюда 2 400 ну 2 и 4 километра до если мы едем автомобилем то мы в виде как мы едем и туда-сюда вот так вот так общего все-таки она летит больше ровно в нее нет такого как например по автомобилю так друзья возвращаемся к теме измерения киев сколько гектаров удаляем путь для этого нам нужен будет калькулятор так ну давайте берем от например вот это поле измерение идет очень просто измерить мы меряем длину можно сразу в метрах и получается тысячу шестьсот пятьдесят метров тысячу шестьсот пятьдесят нужно взять еще вот эту сторону и додаем вот додать тысячу девятьсот шестьдесят равно делим на 2 ну чтобы более более точно было от нас тысячу восемьсот метров до ну вроде не ошибся не вот это сбиваем и меряем теперь вот эту сторону здесь 980 метров и меряем вот эту сторону а здесь 500 560 равно делим на 2 равно множим на тысячу восемьсот равно и делим на 10000 вот так вот этот у нас если я принципе не ошибся вот этот кусок поля у нас получается сто тридцать восемь гектаров если например это будет засеяно подсолнухом то в принципе это очень такие солидная до солидный объем солидное поле для работы пчел так смотрите еще что я вам хотел показать да принципе вы поняли зачем мы принципе вот это подбивали можно так и не морочиться можно просто две стороны взять слева справа но вы не будете иметь примерно точности потому что можно таким же образом и ну как можно например вот таким образом вот здесь перемерить да как она тоже будет мериться вот мы например измерить расстояние еще одну просто поле померяем у нас здесь получается тысячу триста давайте тысячу триста пятьдесят немножко за округлим да и измеряем здесь у нас здесь тысячу шестьсот семьдесят тысячу шестьсот семьдесят равно делим на два равно полторы тысячи так и здесь теперь мы должны измерить смотрите вот мы меряем здесь здесь один километр удаляем измерить расстояние здесь у нас тоже один километр ну принципе вот тогда потому что вы же не будете все это мерить и у нас получается что мы берем множим на тысячу и равно делим на 10000 здесь у нас получается 151 гектар вот таким принципе вот такими немудрыми действиями мы без проблем можем измерить любую примерно площадь да и не нужно никуда бегать не нужно ничего делать мы можем без проблем там просто где я показывал например вот наша пасека стоит здесь да и мы просто зашли в компьютер и элементарно взяли и видим что вот это поле мы покрываем полностью два километра до крайней точки и вот например до начала подсолнуха если он здесь есть 230 метров принципе это вообще близко здесь мы видим что мы по сути весь массив ли ну лесного насаждения мы тоже покрываем и покрываем чуть ли не все соседние села да вот мы достаем до вот этого села достаем до этого села и достаем до казатино вот такая друзья ситуация так что таким немудрым способом можете без проблем измерить расстояние даже не выходя и ничего не меряя никуда не бей как бы ничего сложного все можно померить все можно сделать всем всего друзья наилучшего всем пока